Источники в Тебе Я спою, пустыни, я в Тебе Все мои источники в Тебе Сила праздник, не в руках, раздит Но душе Господне не горщи Но душе Господне не горщи Но душе Победу на Тебе Входите тесными вратами Потому что широки врата И пространен путь, ведущий в погибель И многие идут им Потому что тесны врата И узок путь, ведущий в жизнь И немногие находят их Имеющий уши слышать Да слышит, что Дух говорит церквям Вашему вниманию Следующая программа в открытом радиоэфире Эта передача называется «Мнение» Вы можете звонить по телефону Эрикод 916-424-3940 Приветствую вас, братья И внимательно слушаем Мир Божий вам, дорогие друзья Мы снова сегодня с вами вместе Мы хотим иметь общение И общение вокруг Слова Божьего Поэтому помолимся сейчас Отец Небесный, мы благодарим Тебя Благодарим Тебя за подаренный день в нашей жизни За то, что Ты благословил нас За то, что Ты в этом мне Через Слово Твое действовал В сердцах наших Благодарим Тебя за Твою заботу За Твое попечение И вот сейчас мы хотим прославить Тебя Вместе с народом Твоим Потом благослови эту передачу Будь прославлен, Отец, Сын, Дух Святой Аминь Аминь Итак, мы в студии Игорь Антонович У микрофона Виктор Мы для начала нашего рассуждения Прочитаем первое послание Корнифянам 15 глава с 1 стиха Напоминаю вам, братья Евангелия Которое я благовествовал вам Которое вы и приняли В которыми утвердились Которыми спасаетесь Если преподанное удерживаете Так, как и облавие ствола Если только не тщетно уверовали Ибо я первоначально Преподал вам, что и сам принял То есть, что Христос умер За грехи наши по Писанию И что он погребен был И воскрес третий день по Писанию И что явился Киеве потом двенадцати Потом явился более нежели Пятистам братьев В одно время Из которых большая часть Доныне и живы А некоторые и почили Потом явился Игакову Также всем апостолам А после всего явился и мне Как некоему извергу Напоминаю вам, братья Евангелия Вы знаете, вот говорят Что, ну что Евангелие, Евангелие Надо проповедовать о Христе Так вот, Игорь Антонович Как можно проповедовать о Христе без Евангелия Дело в том, что мы прочитали замечательный отрывок первого послания Коринфяна Где говорится о том, что первоначально апостол Павел принял и что сам нам передал А именно, что Христос умер за грехи наши по Писанию Что он погребен был Что воскрес третий день по Писанию Вот в данном случае здесь говорится Евангелие Здесь говорит Евангелие Апостол Павел говорит Напоминаю вам, братья, Евангелие Для чего он напоминает нам Евангелие Потому что мы знаем, что Если нет Евангелия Ничто не поможет Ничто Ничего Нету никаких рычагов в жизни Для того, чтобы нам спастись Нету ни одного единственного рычага Ничто Эту силу Божью Откуда мы знаем, что сила Божия Потому что, когда мы читаем послание к кремлянам, первая глава Там написано, апостол Павел говорит Потому что оно есть сила Божия Слово о Кресте Слово о Христе, Иисусе Христе Есть Сила Божия Это и есть Евангелие, добрая весть Добрая весть На ту недобрую весть, которая была первая А первая была весть заключалась в том Что мы все согрешили Вот самая печальная весть Но эта весть, она В радость нам Если мы верим в Иисуса Христа Она нам в печаль И печаль, как мы, помните, говорили о том, что есть две печали Печаль, которая ведет к смерти И печаль, которая ведет к покаянию В данном случае Вот этот стих Все согрешили и лишены славой Божией Это свидетельствует о том, что мы все согрешили Ни одного человека на земле Рожденного, женщины Нету, чтобы он родился И к нему не относились Это место священного писания То есть все согрешили и лишены славы Божией Здесь тотальная То есть полностью Нету ни одного, кто бы мог бы каким-то образом ускользнуть от этого Все согрешили Если все согрешили То вот здесь выход с этого согрешения Не может быть другого, как только лишь Божий вывод должен быть Или Божия резолюция Или Божий какой-то ответ Или Божия рекомендация Или Божия, ну, его, знаете, резолюция, можно так сказать Его вот решение Нету никакого решения другого, как только Потому что Писание написано Как только Божие Потому что Писание написано Нет другого имени под небом данного человека Через который он лежал бы нам спасить Почему? Если Иисус Христос единственный Значит, тут, получается, ничто не может быть Стоять вместо Иисуса Христа Если кто-то ставит что-то вместо Христа Значит, он попадает под послание к Галатам Галатам, там, где говорится Кто приносит вам другое Евангелие То есть другое спасение Да будет анафема Отлучен Очень строго, но конкретно И это апостол Павел говорит Он говорит, если бы даже ангел с неба Или я стал благовествовать вам не то, что вы приняли В какой-то степени мы можем тоже сказать Как апостол Павел Если я начну проповедовать другое Евангелие Это будет анафема Если вы, Виктор Дмитриевич, будете проповедовать другое Евангелие Это будет анафема Только то Евангелие, которое проповедовал апостол Павел Которое есть Иисус Христос, который пришел в этот мир И я думаю, что правильно было бы каждому проповедующему Сказать эти слова в сердце своем И быть осторожным Потому что они нам дают какое-то ограничение Для того, чтобы нам не попасть под эту анафему Чтобы нам не оказаться теми людьми, которые проповедуют другое Евангелие Поэтому, наверное, апостол Павел Коринфянам и написал напоминание Да Напоминаю Что интересно, что нужно напоминать Однажды у одного доктора спросили А почему вы так часто говорите о том, что нужно мыть руки? Он говорит Со своей жизнью я очень много, говорит, видел, когда нужно напоминать Мойте руки И когда это, понимаем, что не нужно говорить тому, которого уже в практике Он пошел перед едой мыть руки Потому что он понимает, что очень много есть последствий Если человек не будет мыть руки перед едой Потому что это связано с микробами А микробы это связано с грехопадением Потому что микробы, они появились после грехопадения Те вредоносные микробы Поэтому, что касается благодати или Евангелия Потому что между Евангелией и благодатью можно поставить равенство Потому что спасены благодатью В другом месте говорится о том, что Евангелие проповедано для спасения Поэтому Евангелие и благодать это одно и то же И это говорится именно о деле Божьем, которое он сделал через Иисуса Христа А именно Иисус Христос пришел в мир Он здесь проповедовал в Иудее И в Иерусалиме и по Иудее он проповедовал И вот эта его проповедь очень тоже важна То, о чем он говорил То, что нам передано через его учеников Матфей, Марк, Лука, Иоанн Это очень важно Потому что нам показывается, какая его жизнь была Для того, чтобы мы знали, какая была жизнь Для того, чтобы мы могли верить ему, доверяться Нам здесь говорится о том, как он исцелял слепых, больных Вот, лечил не какими-то медицинскими, а силой своего слова И это была благодать И в данном случае, когда мы говорим об Иисусе Христе Это первое его пришествие, его жизнь, его смерть, его воскресение, его вознесение Сел одесной Отца, послал Духа Святого и придет опять Вот, в данном случае, то Евангелие, которое Бог делал и делает через Иисуса Христа Он делал это здесь, на земле И он сейчас делает это в небесах Потому что в Писании говорится Это тоже относится к благодати Что Иисус Христос ходатайствует за нас Мы недавно праздновали праздник Вознесения То есть Иисус Христос, когда вознесся, Он сел одесную Отца для того, чтобы ходатайствовать за нас Потому что тогда, когда в Писании говорится Иерей, помните, стал Он был не в тех одеждах Одежды были запятнанные И вот в данном случае нужно было ему одеть новые одежды И причем это не он сам делает И это очень хорошее такое, знаете, свидетельство Как благодать действует То есть это не мы одеваем эту одежду А праведности А Бог эту праведность нам дает Эту новую одежду Как вот этому Иерею Иисусу Великому Иерею Иисусу Точно так же и вот сегодня и нам Поэтому благодать это все то, что сделал Бог Отец Через Господа Иисуса Христа Для всех людей, хотя они этого не заслуживали Я вам скажу, что вот когда говоришь с людьми Свидетельство слышишь, говорят Я читал Евангелие Я, говорит, не слыхал нигде О Христе Я, говорит, Евангелие прочитал Да, и пришел к Господу Евангелие Читал Евангелие Значит, Евангелие – это сосредоточение благой вести Да, благая весть Итак, если человек получил спасение Да Получил спасение Давайте мы прочитаем Послание к Ефесянам Это будет вторая глава Вот, вторая глава Прочитаем с первого стиха И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим В которых вы некогда жили По обычаям мира сего По воле князя, господствующего в воздухе Духа, действующего ныне в сынах противления Между которыми и мы все жили некогда По нашим плоским похотям Исполняют желания плоти и помыслов И были по природе чадами гнева, как и прочие Бог, богатый милостью По своей великой любви Который возлюбил нас И нас, мертвых, по преступлениям Оживотворился Христом Благодатью вы спасены И воскресил с ним И посадил на небесах во Христе Иисусе Дабы явить грядущих в веках Про изобильное богатство благодати своей В благости к нам во Христе Иисусе Ибо благодатью вы спасены через веру И сея не от вас, Божий дар Не от дел, чтобы никто не хвалился Да? Вот здесь замечательно Смотрите, мертвых Дело в том, что когда человек хвалится своими делами То это говорит о том, что там еще благодать не сработала Ну и ясно, можно хвалиться там Что-то ты сделал там по автомобилю Там какие-то вот Можно вот Ну часто бывает, что вот ты знаешь Я вот это сделал, похвалил Но здесь говорится, что Тогда, когда человек А вот в деле Божьем Когда он является христианином И когда он хвалится Он ничем иным не может хвалиться Как только Христом Потому что апостол Павел говорит Впрочем, не я потрудился, а благодать Значит, она трудится, да? В нас Она... В другом месте мы читаем, что она Научает нас Вот А здесь говорится, что Если мы понимаем, что благодать во мне что-то сделала Тогда умирает все то, чем бы хвалиться Мне нечем хвалиться Если я хвалюсь, тем самым я говорю Это сделал я Почему? Потому что я опираюсь на свои дела Те, которые я сделал Если я что-то делаю своими делами Естественно, я и могу этим похвалиться И другой скажет Слушайте, так вы вообще человека хотите Вот, что он ничего не делает для Бога Только Господь Нет всему свое место Всему свое дело И всему свое время Как в Писании говорится Есть вещи, которые мы должны делать Есть вещи, которые делает только Господь И вот в данном случае, когда вы прочитали Нас, мертвых по преступлениям И грехам нашим В которых вы некогда жили По обычаю мира сего По воле князя Господствующий воздух Воздухе ныне действующего Воздухе духа Действующего ныне В сынах противления Между которыми и мы все жили Некогда по нашим Плотским Похотям Исполняя желания плоти и помыслов Были по природе чадами гнева Как и прочие В данном случае Вот эти три стиха Которые явно говорят О том, что Все согрешили И лишены славы Божией И что ты сделаешь Как нам избавиться от этого Как нам от этого уйти Как нам Вот с этого состояния Переместиться в другое состояние В какое И состояние грешника В состояние праведного Как нам перейти Вот где найдешь ты такую Дорогу Где ты такой мост найдешь Где ты найдешь такое Какое средство Которым тебя могли бы перенести С одного места в другое Состояние грешного В состояние праведного И здесь ответ Четвертый стих Бог Бог Богатый Милостью По своей великой Любви Которую возлюбил нас И нас мертвых По преступлениям Оживотворил Со Христом Вот в данном случае Вот это Оживотворил со Христом Это делает только Господь Ни один человек Христианин Не может это сделать Это делает только Господь Бог Богатый Милостью Написано Оживотворил нас Как мы это воспринимаем Мы воспринимаем Так как и благодать воспринимаем Как благодать воспринимаем Верую Как мы воспринимаем Что Бог Оживотворил нас Со Христом Только лишь верою Мы не можем по-другому воспринять эти слова. Кстати, это слово, которое мы должны растворить верою. Оживотворил нас со Христом. Но верою растворить грешник не может эти слова. Для него нужно прийти. Написано так. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Если человек не покаялся и не верит в Евангелие, он не может поверить в это слово, что Господь оживотворил его со Христом. И это справедливо. И это справедливо. Поэтому ему нужно в первую очередь сделать. Что сделать? Прийти к Господу и сказать, Господи, я прошу Тебя прости за все то, что я сделал неправильно, не по воле Твоей, все то, что огорчало Тебя. Я прошу Тебя прости. В данном случае, после того, как он таким образом попросил у Господа прощения, дальше в Писании говорится, покайтесь и веруйте в Евангелие. И ему нужно веровать в Евангелие, в благодать Господа нашего Иисуса Христа. А именно в то, что Христос на Голгофе взял его грехи на себя. Без веры в это действие Божьей благодати никто из нас не может прийти в состояние праведности. Никто не может прийти в это состояние, когда, вот здесь говорится, оживотворился Христом. Здесь объясняется, что происходит с человеком, когда он приходит к Богу через Иисуса Христа. И только лишь через Христа. Потому что в Писании написано, нет другого имени под небом, данного человеком, через которого належало бы нас спастись. Вот поэтому тогда, когда мы говорим здесь, оживотворился Христом, это делает только Господь. Потом дальше говорится, благодатью вы спасены. Каким образом? Как я пришел к этому состоянию? Благодатью, это значит, благодать, кто-то сказал так, благодать это то, мне дано то, что я не заслуживал. И не дано то, что я заслужил. Что я заслужил? Возьмите за грех смерть. Вот все, что я заслужил. И очень правильно, когда родители, которые имеют детей, подростков, а может быть даже и младше, в такой возраст, как мы говорим, отрок до 12 лет, имеется в виду от 7 до 12 лет. Вот в данном случае, как отрочество или отрок, в данном случае, объяснять им о том, что тогда, когда они что-то делают неправильно, а они часто неправильно что-то делают, чтобы они точно могли знать, что грех действует в их теле, в плоти, можно так сказать. И этот грех влечет их к себе. И в данном случае, единственное средство для того, чтобы победить этот грех, это благодать Божья. Нет другого средства для того, чтобы... Некоторые говорят, о, мы будем, знаете, что делать? Мы возьмем на себя какие-то ответственности, мы возложим на нашу плоть. Это же плоть вообще слабая, да. Мы возьмем и вот мы ее поработим. Я не думаю, что кто-то найдется, может быть, еще более такой, как Мартин Лютер, который жил в 16 веке и который по 6 часов, я не преувеличиваю, 6 часов исповедовался перед своим духовным наставником. И потом, после того, как он исповедовался, он вышел, потом опять вернулся, говорит, я еще забыл что-то сказать. Представляете, он исповедовался, он хотел быть чистым. И он понимает, что он никак делами не сможет быть чистым. А какие были у него дела? Он спал на какой-то тонкой покрывале. Не одеяло, не матраса, а какое-то тонкое покрывало спал. Он где-то для себя одевал одежду, которая не была такая, знаете, приятная, не шелковая одежда, вот, которая приятно хотел, вот, или там шерсть, вот. А он какую-то вот такую очень твердую какую-то одежду одевал специально для того, чтобы наложить на себя какие-то эпитемии, какое-то наказание за то, что он сделал. Но это наказание, оно не дало никаких результатов. Он понимал, что он не может достигнуть святости. Как бы он себя не окружал вот какими-то действиями, это не дало ограничения. Должна сработать благодать. Здесь мы не говорим о том, что апостол Павел, то, что он делал, усмиряю, порабощаю тело мое. Это на своем месте. Это на своем месте. Но в первую очередь благодать. Благодать, потому что через благодать он получал, он говорит, «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И это тот же апостол Павел, который говорил, что я должен усмирять и порабощать тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому остаться недостойным. И он в конечном счете, он говорит, «Впрочем, не я потрудился, а благодать». То есть он хвалится чем? Своими какими-то делами? Нет, он говорит, благодать. И это не потому, что его так научили. Это ясное сознание действия благодатью в его жизни. И вот дальше, когда мы читаем, здесь послание Кевисянам, «Не только оживотворил, не только благодатью вы спасены, но и здесь дальше говорится, воскресил с Ним». Вот почему в Писании говорится о том, что Бог воскресил нас вместе с Иисусом Христом. Для того, чтобы мы знали, что Он воскресил нас. Для того, чтобы мы знали о том, что как мы соединены с Ним подобием смерти, умер для греха, точно так же соединены с Ним подобием воскресения, для того, чтобы жить. В данном случае, здесь дальше Он говорит, не только воскресил, но и посадил на небесах во Христе Иисусе. Опять во Христе Иисусе. Посадил на небесах. Нам сложно это понять. Как это так? Я здесь, а я в то же время на небесах сижу. Как это понять? Опять же, это принимается только лишь верой. Как мы по-другому можем это принять? Только лишь верой воскресил, оживотворил, воскресил, посадил на небесах. Вот действие благодати, которое никто из людей никак не может сделать. То есть точно так же, как в Писании, помните, послание Евангелия от Иоанна, 15 глава. Там, где говорится, что мы лоза, вернее, Он, Иисус Христос, лоза, а мы ветви. И правильно будет, что Он лоза, а мы ветви. И вот в данном случае, как мы попадаем на эту лозу? Своими силами. Как это можно осуществить? А в первом послании Карифе, он говорится, от Него и вы во Христе Иисусе. От кого? От Бога. То есть Бог нас поместил, поверив в Иисуса Христа, Он поместил нас на эту лозу, для того, чтобы мы находились на этой лозе. И это воспринимается только лишь верою. И это дается только благодатью. И только через благодатью. Итак, друзья, 4243940 наш телефон. Мы хотели бы услыхать, как действует благодать в вашей жизни. Ну, вот, Игорь Анатольевич, против благодати всегда выступают какие-то противодействующие силы, которые хотят, как-то, знаете, чтобы мы понимали, как-то размыто благодать. Вот, значит, вера, тела, благодать. Как вот это вот соединить? Вот. Как, в принципе, говорят, что надо благодать заработать. Вот из учения, которые надо зарабатывать благодать. Враги благодати были, и при апостоле Павле были, и даже раньше были, тогда, когда даже Иисус Христос был, были те, которые старались жить по благодати плюс, благодать плюс. Вот такое, как бы, есть сравнение. Благодать плюс дела. Интересно, что этот Мартин Лютер, он сказал так, «Не существует середины между христианской праведностью и праведностью отдел». Не существует середины между христианской праведностью и праведностью отдел. «Или вы имеете абсолютный вакуум в сосуде, или же ваш сосуд не пуст». Точно так же вы либо действительно принимаете Христа своим спасителем, либо все же желаете возлагать часть упования на самих себя. Сущность доктрины оправданий такова, что делает невозможным ее приятие только на 80 или 90%. У апостола Павла, посланий Галатам и Мартина Лютера в предисловии к лекциям по этому посланию есть одна мысль. Вы либо имеете его оправдание на 100%, либо не имеете его вовсе. Если истина об оправдании только Христом теряет значение, теряется истина о христианстве вообще. Лютер провозглашает, что Евангелие – это уникальное учение во всем мире. Нет никакой другой философии, религии, которые имели бы подобное учение о спасении через благодать. Ни одного человека никогда не возникало подобной идеи, потому что все мы не способны к этому. Поэтому сказано – не видел того глаз, не слышал уха, не приходило то на сердце человека. Что Бог приготовил для любящих Его. И некоторые говорят – о, что Он приготовил – это вечность. А там говорится именно о тайне, о тайне, которая явилась нам в Иисусе Христе – благодати. Так вот, у благодати есть враги. И вот один из врагов благодати, если так смотреть, то это закон или законничество. Или можно другими словами – благодать плюс дела. Какие дела? Мои дела. Кстати, в XIV веке Восточная Церковь, православная имеется в виду церковь, она сделала такое заявление, что благодать приобретается человеком тогда, когда Он что-то делает своими делами. То есть, и такое появилось у них такое выражение – стяжать благодать. Стяжать – то есть сильно желать благодать. То есть, своими делами. И это противоречит Священному Писанию. Потому что в Писании говорится, что мы спасены благодатью. И продолжаем дальше спасаться только лишь благодатью. Важны ли дела? Да. Но как следствие спасенного человека. А не зарабатывание дел праведности. Не дел праведности, а зарабатывание праведности. То есть, дела праведности, они должны соответствовать тому, кто воскрес для новой жизни. То есть, рожден свыше. То есть, стал христианином тот, который поверил в Иисуса Христа, в благодать поверил. Вот. Поэтому. Но есть и люди, которые говорят, что вам недостаточно то, что вы верите в Иисуса Христа. Вы должны исполнять еще закон. А каким образом вы должны обрезание получить? Если вы не получите обрезание, не спасетесь. Разве так не было при апостоле Павла? При апостоле Павла? Поэтому это не только было тогда, но и сейчас. Находятся те люди, которые хотят. Помните, апостол Павел говорит, приходили люди, которые хотели посмотреть за нашу свободу в ком? Во Христе Иисусе. И он дальше что говорит? Мы ни на час не уступили. Интересное слово. Мы ни на час не уступили. Дабы истина благоествования сохранилась у вас. И вот в данном случае, когда те люди, он говорит, что это были люди, которые смущают кого? Верующего человека. Каким образом смущают? То есть, они говорят, что нужно, нужно обязательно верить в благодать. Это правильно, это точно. Но обязательно нужно еще и дела добрые делать для того, чтобы спастись. Апостол Павел противостоит этому. И он говорит в послании к Галатам, он говорит такие слова. Если я... Посмотрите, что он говорит. Однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только веруя во Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. А дальше он говорит, смотрите, в другом месте, говорит, удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христова так скоро приходите к иному благоествованию. Что это за иное благоествование? Это иное благоествование, благодать плюс дела. Благодать плюс дела. То есть, они говорили, что нужно обрезание. Если я сегодня уповаю только на благодать, то в данном случае меня Господь принимает. А если я уповаю на благодать, а нужно и дела, ну ничего, я буду еще и дела делать для того, чтобы спастись. Знаете, рассказывали, что в Индии там где-то около 31 тысячи богов. И они воспринимают божества. А, вот это Бог, да? Ну, значит, я Ему буду поклоняться. И когда пришли миссионеры для того, чтобы рассказать об Иисусе Христе, они говорят, о, значит, еще, значит, есть один Бог. Но я буду Ему поклоняться. И тем буду поклоняться, чтобы они не обиделись. И этому буду поклоняться. Но в Писании написано только Христос. Откуда мы это знаем? «Однако узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только, только здесь написано верою в Иисуса Христа». То есть это исключительно. Это исключает все другое. Поэтому у благодати есть враг. Враг тогда, когда законом еще человек говорит, ну, закон, он же ничего плохого. Ничего плохого нет. Закон – это нормальное дело. Нужно его исполнять. Но здесь принцип заключается в том, что оправдание, каким образом мы получаем. Кстати, это очень важный момент тогда, когда человек готовится к переселению в Царство Небесное. Имеется в виду вечность со Христом. Вот. То в данном случае он, если смотрит на всю свою жизнь, он говорит, «О, я построил молитвенный дом. Я никогда не пропускал собрания, старался не пропускать собрания. Я пел всегда в хоре. Я читал регулярно Библию. Да я вообще, слава Богу, у меня хороший послужной список». Поэтому на что он уповает? Если он уповает на вот эти дела, которые он сделал, это хорошие дела. Мы не говорим о том, что они плохие дела. Но уповая на них, мы не можем достигнуть Царства Небесного. Мы уповаем только на Иисуса Христа. Кстати, тогда, когда придет вот этот момент, когда мы будем переходить в вечность, то в данном случае там не сработают эти добрые дела. Сработает только одно – упование на дело Господа Иисуса Христа. Какое дело? Его смерть на Голгофе, Его воскресенье. Другое дело не пройдет. Потому что написано в Священном Писании. Деяние сверхапостола там говорится, «Ибо Он предназначил день, в который будет праведно судить каждого человека через определенного им мужа». А этот муж – Иисус Христос. Там никаких дел, никаких дел не будет. А, ну ты хорошенькое делал, делал. Проходи. Ничего подобного. Верил ли ты, уповал, полностью ли ты положился на Иисуса Христа? Кстати, здесь заключается полная уверенность в спасении. Здесь заключается полный покой. И это не значит о том, что некоторые говорят, «О, так если так, легко, а это нелегко». Почему? Потому что в Писании написано, что Царство Небесное силою берется, и употребляющий усилие восхищает его. Это говорит о том, что этот путь нелегкий, он трудный путь. Но мы проходим его, преодолеваем, как апостол Павел в послании к Риму, он говорит, но все все преодолеваем силою возлюбившего нас. То есть вера такая, которая преодолевает веру в Иисуса Христа настолько, что она преодолевает все абсолютно препятствия. Все препятствия. То есть это вера, о которой сказано, что она дежавная, такая, знаете, побеждающая. Вот эта сила, которую Бог дает в Иисусе Христе. И вот именно эта вера была у апостола Павла. Именно эта вера была тогда, когда смеялись над Ноем, когда он строил ковчег, и над ним многие, может быть, смеялись и говорили, «Что ты задумал, старик, делать?» А он делал, он исполнял, потому что он верил Господу. Причина, почему он это делал, он верил. Поэтому мы сегодня не умоляем дела, которые делает верующий человек. Но мы здесь говорим о том, что все дела, они идут вслед за нами. Добрые дела, они идут тоже вслед за нами. И Господь, Он предназначил дары или награды за то, что мы делали добрые дела по вере. Поэтому, но оправдание дается исключительно только по благодати. Поэтому с этим согласны практически все. Но иногда бывает, что человек съезжает. И апостол Павел говорит, кто благовествует вам? Не то, что вы приняли, а что они приняли. Приняли Иисуса Христа как Спасителя, как Искупившего их. А вот в данном случае вот это они и приняли. И он говорит, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. То есть ходите в веру, продолжайте ходить в веру. Итак, первое, можно сказать, враг благодати – это закон. Если закон о оправдании, то тогда, в Писании говорится, вы остались без Христа, отпали от благодати. Посмотрите, как апостол Павел об этом говорит. Если вы оправдываете себя делами закона, а другими словами, если вы хвалитесь делами закона, то вы отпали от благодати. И вот таким образом продолжаете исполнять закон. И говорит, вы от закона оторваны были. Седьмая глава послания к кремлянам говорится еще более конкретно. И говорит, вы умерли для закона. Вы умерли для закона. И тогда другой человек скажет, так что, мне теперь не нужно, теперь все, что хочешь, делай. Нет, нет. Говорит, если вы уверовали в Иисуса Христа, что же, вам оставаться в грехе? Никак. Вот правильная расстановка акцентов. Те, кто уверовал в Иисуса Христа, он должен отказаться от грехов своих. Он должен от них, он должен покаяться в них, он должен их оставить. Он должен облечься в нового человека, созданного по Богу, в правильности, святости и истине. Поэтому, когда мы говорим о благодати, что благодать, когда человек верит в благодать, невозможно, чтобы он верил еще в свои дела, которые он делает для того, чтобы получить Божье благорасположение. Никаким образом он так не получит. Божье благорасположение, Божью милость он может получить только лишь через веру в Иисуса Христа. А другого пути не существует. Есть один брат, который Майкл Уэллс, по-моему. И он задает вопрос. Скажите мне пять причин, почему вас Господь примет в Царство Небесное. Если вы там назовете о том, что вы построили молитвенный дом. Если вы там скажете, что я регулярно читал Слово Божье, регулярно проповедь говорил. Это все не для спасения. Это как результат спасения. Поэтому там есть награда за это. Но это не как полное упование на Господа, о котором говорит послание Галатам апостол Павел. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал вам, есть человеческое, он говорит. Дальше он говорит. Писание, провидя, что Бог веру оправдает язычников, предвозвестило Аврааму. В тебе благословятся все народы. И так верующие благословляются с верным Авраамом. Что он дальше говорит? Ибо если по закону наследства, дальше он о наследстве говорит, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал он по обетованию. И за незакон первый был утвержден, в послании Галатам говорится, а в первое, самое первое, закон о Христе написано, прежде Богом утвержденный. Закон о Христе, то есть благодать прежде была утверждена, а потом, спустя 430 лет. Это говорит апостол Павел. Это настолько ободряет, настолько оно, что незакон сначала был. Закон явился по одной причине, что люди, они не поняли благодать, и должен был сработать закон, для того, чтобы люди могли увидеть свое состояние перед Богом. И увидевши на этом свое состояние перед Богом, закон свою, ну как, миссию сделал. Когда человек увидел, что он грешник, закон сделал свою миссию. Все, а теперь пошла уже благодать, оправдание по благодати и жизнь по благодати. Поэтому, вот, благодатью вы спасены. И мы когда говорили, что есть противник благодати или враг благодати, это закон, законничество. Когда человек желает еще приплюсовать закон к благодати. Итак, ибо благодатью вы спасены через веру, и сень от вас Божий дар, и от дел, чтобы никто не хвалился. Наша передача подошла к концу. Я думаю, в следующий раз продолжим говорить о тех противниках благодати Божьей. Я думаю, что мы, может быть, чуть-чуть продолжим еще, потому что, я думаю, что нам нужно о Пелагии сказать. Вот, потому что мы не коснулись его. Он там тоже какие-то, вот, говорил негативные вещи. Вот, и братья эти, которые там были, они противостали почему-то ему. Почему противостали, я думаю, что это полезно нам знать. Вот, поэтому... Да, итак, мы благодарим, что вы внимательно слушали нас. Но мы хотели бы знать, чтобы вы позвонили, сказали, как вы понимаете благодать Божью, как она действует в вашей жизни. Вот, передача подошла к концу. Благодарим вас, пусть Господь вас благословит. Игорь Анатольевич, помолитесь. Отец Небесный, мы благодарны тебе за то, что благодатью мы спасены через веру. И это не от нас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Мы благодарим тебя за то, что ты забрал нас вот эту способность хвалиться. Мы благодарны тебе за то, что ты забрал нас способность, чтобы говорить, я сидел 10 или 5 лет за имя Господа Иисуса Христа. Это доброе дело. Когда человек оставался верным Богу. Это очень важно. Но это не есть метод для того, чтобы хвалиться. А это есть возможность, когда ты потрудился для Господа, когда ты остался верным. Мы благодарны тебе за то, что ты через апостола Павла напоминаешь о том, что нам нечем перед тобой хвалиться. Нам нужно быть осторожными, чтобы благодатью мы могли укреплять наши сердца. Потому что мы понимаем, что жизнь без благодати – это жизнь практически не по вере. А все, что не по вере – грех. И мы просим тебя, пусть благодать наполнит наши сердца, наполни нас своим присутствием. Потому что мы понимаем, что благодать, она в Иисусе Христе явилась, и не иначе. И поэтому тебе, Бог Отец, благодарны за эту благодать, которую ты послал. Благодарим тебя за все милости, которые ты окружаешь нас. И тебе, Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому, да будет слава, честь и хвала. Аминь. Аминь.